Плечом к плечу с врачами инфекционного отделения в Махачкале волонтеры третьей городской больницы помогают медикам в борьбе с коронавирусом. Рискуя своим здоровьем, студенты медицинских вузов и СУЗов оказывают всевозможную помощь своим землякам. Тему продолжит Курбан Рагимов. Это сейчас они могут снять свою защитную экипировку, перевести дух и пообщаться. Позади восьмичасовая смена без перерывов на еду и питье. В таком режиме волонтеры в одном ряду со своими старшими коллегами провели больше трех недель. В начале, конечно, было очень тяжело, как это, ну, отеки там на лицах и так далее и тому подобное. А потом со временем просто к этому привыкаешь. Ну, единственный дискомфорт, который сейчас уже испытываю, это, ну, запотевшие очки, наверное, и все, как вы. Я с первого дня прям хотел, без разницы, как волонтер или как медработник, это не имело никакого значения. Мне главное было помочь людям, и, ну, я чувствовал некий долг, что я должен быть здесь, а не дома. 12 мая третья городская больница разрешили принимать пациентов с коронавирусной пневмонией. Собственных сил было недостаточно, но в тот же день желание вступить в борьбу с опасным противником изявили 16 добровольцев. Это студенты медколледжа имени Башларова и Даггосмедакадемии. Волонтеры прошли инструктаж и активно включились в процесс. Их помощь значительно облегчила работу врачей. Молодежь, конечно, им свойственно рваться в бой. Их скорее надо было удерживать, чем останавливать. Поэтому, скорее всего, нам приходилось даже сдерживать их пыл, потому что они все время хотели выйти на передовую и помогать нам. Мы чувствовали большую ответственность за то, чтобы все у них правильно получилось. Те, кто приняли вот это решение, они очень серьезные ребята оказались. Айше Сулеймановой только 18 лет. Она без раздумий пополнила ряды волонтеров. Здесь первокурсница не только получила бесценный опыт, но и смогла проявить лучшие качества, доказывая верность идеалам своей будущей профессии. Семья спокойно к этому отнеслась. Наоборот, поддержали мою идею. Сказали, что это большой вклад в мой личностный рост, и также для пациентов, и вообще для всей ситуации в целом, может быть, я могу с чем-то помочь. Страха не было. Была надежда, и эту надежду нужно внушать всем, не только пациентам, но и людям, которые боятся, переживают. Наш страх, он увеличивает вероятность нашей, ну как бы, самовнушения. Это опять-таки на психологическом уровне все на нас влияет. Поддержка людей доброй воли пришлась врачам кстати. Волонтеры быстро нашли общий язык с пациентами. Время, проведенное в больнице, запомнится им навсегда. В первую очередь мы должны были на психологическом уровне поддерживать их, и не должны были их как-то отделять, выделять. Спокойно со всеми пациентами у нас водилась беседа, то есть шуточные разговоры, появились такие, скажем так, любимчики среди пациентов. Когда пациентов выписывают, мы как бы узнаем, мы смотрим по их медицинской карте о том, что они идут на выписку. Мы обязательно их навещаем, заходим к ним. Бывает такое чувство радости, ну теплое чувство, конечно же, бывает в душе. Просто бывает благодарность Всевышнему за то, что он уберег еще одну жизнь. За неполный месяц в третьей городской больнице вылечились более ста человек. К выписке готовится еще 70 пациентов. Уже к 20 июня здесь планируют завершить работу с коронавирусной пневмонией, так как эпидемия пошла на спад. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.